Слава нашему Господу! Насколько чуден и интересен наш Господь! Когда мы полностью доверяем Ему, и что-то интересное, сейчас даже с братом говорил, знаешь разницу между старозаветним пророком и новозаветним пророком? Старозаветний, он получает Слово от Господа, записывает его, или запоминает его, приходит к царю или к священнику, или кому это было Слово, приносит и передает то, что дал ему Бог. Новозаветний пророк, Бог посылает его к царю, или к священнику, или к человеку, и он еще не знает, о чем он будет говорить. А Бог говорит, пойди. Он его ставит здесь, открывает его станы, ополняет его и льется Слово от Господа. Это и есть новозаветний пророк, который не думает, мысли уже его догоняет, о чем он говорит. Когда старозаветний пророк, он продумал, подумал, переживает, нести такое Слово царю или военачальнику, или не нести, принес, быстро отдал и убежал, потому что знает, что за Слово было у него. Когда Господь нас ставит в такую позицию, когда мы перестаем перед самим нашим Господом, что мы должны делать в присутствии нашего Господа? Я сидел, я думал, я приготовил одну проповедь, а Дух Святой начал говорить ко мне, во мне самом, я начал говорить совсем другие вещи, я сказал, Дух Святой, что ты со мной делаешь? Я не готовил эту проповедь, я не готовил это Слово, что ты со мной делаешь? И он поставляет именно в такую позицию послушания, послушания Духу Господнему. Оператор, откройте, пожалуйста, Ефесянам 6 глава, 14 стиха. Это очень знакомое вам место, хотел бы просто один стих подчеркнуть, чтобы на него посмотрели с другой стороны, еще раз. Ефесянам 6 глава, 14 стиха. Итак, станьте припоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведность, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вернитесь в 15 стих. Дорогие друзья, о какой обуви говорится здесь? И о каком мире говорится здесь? Когда мы говорим, оставьте этот стих, пусть он останется, это будет главная мысль моей проповеди сегодня. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Какой мир? Прочитайте по-английски, какое слово там написано? Молодежь, прочитайте, какое слово написано? Какой мир? Это мир, в котором мы живем? Это мир в Африке, ехать до края земли, ехать куда-то, нести проповедь Евангелия? Или какой это мир? Скажите громко со мной. Это пиис. Это не мир вселенной, а мир внутри нашей души. И тогда начинается меняться мышление. А какой обуви имеется в виду, если мы привыкли, что ты обулся, потому что дальняя дорога пред тобой, тебе нужно идти до края земли, тебе нужно проповедовать по всему лицу земли. До края неба, до края земли, идти проповедовать. Когда мы читаем английский перевод, а там написано «And have shewed your feet with preparation of the gospel of peace». Евангелие мира проповедовать нужно. Не всему миру рассказать, чтобы Евангелие дошло до края земли, а проповедовать мир, который есть в нашем сердце, и его нужно проповедовать другим. И для этого не надо идти на край земли. Это нужно проповедовать у себя дома. Это нужно проповедовать у себя в сердце. Быть готовым проповедовать мир. Проповедовать мир. Сегодня, когда я был дома, я на телефоне смотрел новости. И когда я прочитал про этот случай, что в Техасе один пришел и пострелял половину служения. Там я даже так удивился. Они говорят, что в это утро у нас на служении первая баптистская церковь в Техасе. Посередине Техаса этот город находится. Я забыл, как он называется. Но главная суть того, говорит, у нас на служении утром сегодня было 50 человек. 26 из которых уже убиты. 15 еще находятся в госпитале. Кто из них выживет, неизвестно. Я смотрю, Господь 50% раз и забрал. Вот Бог поделил, как почему-то Бог допустил, чтобы это произошло в церкви. Я размышлял над этим, я думал над этим. И одна мысль пришла ко мне. Я сегодня должен быть в церкви. Я сегодня вечером обязательно должен быть там. Почему? Другой бы сказал бы, если я знаю, что в церкви сегодня будут стрелять. Если там сегодня будут убивать, я могу быть одним из них. Я не пойду в церковь. А я стоял, я говорил, Господь, я пойду, я хочу быть. Хочу быть в числе тех 50%, которых ты заберешь. Которые будут с тобою. Я хочу быть в том числе этих 50%. Знаете, многие, может, неправильно поймут меня сегодня. Я хочу, чтобы мы осознали, что мы находимся в Божьем присутствии. Что мы должны делать в Божьем присутствии? А что на самом деле мы делаем? Или, может, мы просто, когда мы верим, что Иисус здесь, мы превозглашаем Иисус здесь, мы говорим, Он здесь. А Он у тебя спрашивает, а что ты должен делать в моем присутствии? Ты предстал предо мной сейчас, что ты будешь делать? Что ты будешь говорить ко мне? Когда Иисус находится здесь, мы поем псалмы. С каким сердцем ты поешь этот псалом? Готов ли ты исполнить все, что ты спел в этом псалме? Когда ты говоришь, Господи, готова дать жизнь, готова дать все. Забери меня, не хочу богатства, не хочу ничего, хочу только тебя. А Иисус смотрит в твое сердце и говорит, зачем ты врешь мне? Ты лукавый раб, ты ленивый раб, ты не хочешь о том, о чем ты просишь. Поскольку эта печаль ложится на сердце нашего Господа, когда мы, люди верующие, знаем Его давно, знаем о Нем давно. Если бы мы реально знали Его, мы бы совсем по-другому говорили, мы бы совсем по-другому пели, мы бы совсем по-другому молились. Если бы мы реально знаем нашего Господа. Я не знаю, это будет, наверное, очень странно, но вот что сказал мне сделать Дух Святой. Он сказал, я на этом месте, это место есть святое. Сними свою обувь в моем присутствии. Я начал смотреть, прямо здесь я сидел, говорю, Господь, это как-то странно, это как-то неправильно, это непонятно. Почему? Бестописание говорит, обуй ноги, в готовность. Я начал проверять, и там говорит, Анпис, мир твоего сердца быть готова дать другим. Мое слово быть готов передать другим. Не просто словами, жизнью мир твой должен на других переходить. Я начал читать местописание. И исход, 3 глава, 5 стих. Когда Моисей подошел к костер, который горит, куст и не сгорает. Нет ничего удивительного в том, что загорелся один куст. Это нормальные вещи. Но Моисей подошел и говорит, почему он не сгорает? Что у него такое в этом кусте, что он горит и не сгорает? Он только подходит, и Бог говорит ему. 5 стих. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Это присутствие Божье. Ты не можешь прийти с грязью, с пылью, со всем, что ты есть. Ты пришел. Боже, я же в твоем присутствии. Давай что-то делай. Давай я буду что-то для тебя делать. А Бог говорит, ты готов, сними свою обувь, ты в моем присутствии. Я есть святой, как брат сегодня говорил. Первое откровение должно прийти в наш разум. Я есть святой. Приди ко мне, сними свою обувь. Приди в мое присутствие. Я хочу, чтобы ты моими, стал моим миром наполнен. Чтобы ты пошел, пронес это другим. И второе место писания. Это Иисуса Навина. Пятая глава. Десятый стих. И стояли сыны Израилевы с Таном Галгалия. И совершили Пасху в четырнадцатый день месяцев вечером на равнинах Иерихонских. На другой день Пасхи стали есть произведения земли сей, опресники и сушеные зерна в самый тот день. А мана перестала падать на другой день, после того, как они стали есть произведения земли. И не было более маны у сынов Израилевых. Но они ели в тот день произведения земли ханаанской. Иисус Навин, находясь вблизи Иерихона, взглянул и увидел. И вот стоит перед ним человек. И в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус спал лицем своим на землю. Поклонился и сказал ему, что, Господин мой, скажет рабу твоему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь свято, Иисус так и сделал. Иисус Навин, это был человек военный. И видя другого человека, который стоит с мечом, у него первое переживание его сердца. Наш ли ты или не наш? Ты будешь сражаться за нас или против нас? Ты кто? Потому что у тебя есть власть. У тебя есть меч. У тебя есть сила. Я узнаю в тебе мощного человека. Ты кто? Я хочу узнать, кто ты. Он говорит, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Вождь воинства Господня, что побудило тебя сейчас прийти сюда? Когда мы перед Иерихоном стоим. Когда у нас свои проблемы. Вождь воинства Господня. Что ты пришел сказать мне сейчас? Он говорит ему. И когда он услышал, что он от Господа пришел. Иисус спал на свое лицо, поклонился ему. Сказал ему, Господин мой. Что скажешь рабу своему? Это наше отношение к Божьему присутствию. И когда мы приходим и просто говорим, Господь, ты здесь. Мы для тебя поем. Мы сделали как самое лучшее. Мы хотели. Тебе должно понравиться. Потому что по-другому мы не понимаем. По-другому мы не знаем. Вот так вот мы понимаем, так делаем. Тебе должно понравиться. Если тебе не нравится, он нас не устраивает. Нас устраивает, как нам нравится. А здесь он упал, говорит, я, может, вождь Израиля. Я самый главный в Израиле. Я падаю на лицо свое пред тобою. Потому что ты Божий ангел. Ты вождь. Говорит, что скажешь ты, чтобы я сделал? И первое, что он ему сказал, Иисус Навин. Я знаю, может, тебе сейчас неудобно. Мне на картике удобно стоять. Моисею в пустыне в жару не было удобно снять чузы, обувь свою стоять на горячем песке и слушать, разговаривать, что ему говорит Бог. В ноги печет. Здесь же приходит Иисус Навин. Тот говорит, сними обувь, сними свои сандалии. Встань, почувствуй землю, на которой ты стоишь. Я хочу разговаривать с тобой. Я хочу тебе что-то принести. А ангел Божий или в этом случае не пришел просто в войсство небесного просто так. Он пришел с какой-то миссией. Он пришел донести слово. А Иисус Навин сказал бы, а я не хочу исполнять твою волю. Я не хочу. У меня свои понимания. У меня свои обряды. У меня есть свои советники. Я пойду с ними посоветуюсь, как нам братья Иерихон. У нас есть солдаты. У нас есть опыт. Мы сами возьмем Иерихон. Он падает на свое лицо, потому что узнал это Божье присутствие. А Божье присутствие наше лицо должно поменяться на Его лицо. Состояние нашего духа должно поменяться на состояние Его духа. Господь, что в Тебе? Скажи мне. Я хочу быть наполнен Тобою. Хочу иметь Тебя полностью. Чтобы меня не стало. Ни моего лица. Ни моих ног. Ни моих щузов. Ничего. Пусть будет Твоя слава на мне. Это есть ревность Иисуса Навина. Вождя израильского. Когда он встретился с вождем войнства небесного. Он пал на свое лицо. Он спросил, что ты скажешь мне делать? Когда мы стоим на молитву, и чаще всего это мы даем Господу список. Like to-do list. Сделай сдак, сохрани там, помоги там, исцели там, сделай там. А если вот от того хочешь спасти, то спасти, пожалуйста, вот так. Потому что вот так не надо, а только так вот так. Пал ли ты на свое лицо перед присутствием своего Бога? Мы являемся Его рабами? Или Он стал нашим рабом, когда мы говорим Ему, что сделать и как? И желательно срочно, сегодня, сейчас, потому что я ждать до завтра не буду. Так только мог ждать фараон, когда Ему Моисей сказал, когда тебя вот этих жаб убрать? Он говорит, ну, завтра утром. Фараон, тебе еще хочется ночевать с этими жабами? Тебе понравилось, что они у тебя в еде, в постели, везде? Ты говоришь, завтра? Так само и мы иногда живем, и говорим, Господь, давай ты сделаешь, как мы хотим. Давай ты сделаешь, как нам нравится. Потому что я не хочу падать своим лицом. Я не хочу снимать свою обувь. Я не хочу что-то поменять в своей жизни. Мне удобно, как я живу. Мне нравится, как я живу. Да ты со мной, Господь, поэтому я иду, поэтому я побеждаю. А должно быть наше отношение по-другому. Если Господь со мной, значит я буду делать то, что Он хочет. А мы идем, наступаем и делаем что-то по своим оптам, говорит, с нами же Бог. Он с нами, значит мы будем, знаете, как на Украине даже на войне, одни говорят с нами Бог, и другие говорят с нами Бог. И воюют друг с другом. Так с кем же Бог? Так само и мы иногда приходим к Господу, и мы начинаем что-то делать, говорит, о, со мной Бог, поэтому я буду делать вот так и так. А Иисус с нами, говорит, увидел Господа, пал на свое лицо, говорит, не я уже буду спрашивать и говорить тебе, что делать, а говорит, что ты скажешь мне сделать. Я снимаю свою обувь, чтобы благовествовать мир, который приносит присутствие Святого Духа в мое сердце. Не просто идти другим можно взять и в Англии, проповедовать другим до конца края, но в самому сердцу и в себе не иметь мир Божий. Можно делать Божье дело, а можно исполнять Божью волю. Исполнять это ты и постоянно ищешь, Господь, что я должен сделать, скажи мне мой следующий шаг, что я следующее должен сделать. Ты идешь и ты исполняешь, а не просто делаешь, потому что Бог сказал сделать, значит я сделаю. Поэтому Писание говорит, не делать дело Божье небрежно, ищи Господа, ищи Его. Когда Он приходит, если мы говорим, что Иисус здесь, что Бог здесь, насколько мы реально верим, что Он здесь. Народ Божий, верующие люди, кто верит, что Господь здесь? Какое наше отношение к нашему Богу, о Котором мы говорим верой, что Он здесь, Он действительно здесь. И Он не стоит возле меня, Он стоит возле каждого из вас, проверяя ваше сердце, проверяя, насколько вы вполне преданы своему Господу, насколько вы хотите исполнить Его волю, насколько вы будете послушны Духу Святому. Котором мы говорим, что Он здесь. Спасибо. 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 Покажи нам, кто мы есть в Тебе, Бог Святой. Господь, Ты чудесен Бог. Ты чудесен, Господь. Нет тех слов, чтобы выразить все, Господь, переживания моего сердца, Господь. Ты просто, Господь, замечательный Бог. Ты чудесен Бог, Господь, и я проживаю Тебя. Спасибо, Господь. Господь, мы в этот вечер. Может, мы уже давно верующие, Господь. С детства верующие. Мы знаем Тебя, понимаем, читаем, верим. Думаем, что мы верим в некоторые даже скриптуры, в места Писания, которые мы читаем. Настолько мы действительно готовы довериться, Господь. Помоги нам, Господь. Проверяй даже свое сердце, Господь. Сука, я еще нахожу себя, что я не имею полного доверия Тебе, как Ты хочешь от каждого из нас. Быть жертвою для Тебя. Готовым лечь на жертвенник для имени Твоего, Господь. Не бояться смерти, Господь. Не бояться, что сделает нам человек. Бояться, что сделает нам Бог, если мы этого не сделаем. Помоги иметь это мышление, сыновство, когда, Господь, мы делаем и живем, и поступаем. Потому что Ты есть Бог, Ты есть наш Отец, Ты над всеми над нами наблюдаешь. Мы Твои дети. И мы здесь сегодня просто спрашиваем Тебя, наш Господь, что Ты хочешь, чтобы мы делали? Что мы должны делать, Господь? Руководи нами, веди нас, Господь, управляй нами. Тогда придет свобода Духу Твоему Святому в мое сердце, в нашу церковь, Господь. Дабы нам видеть Твою славу, видеть Твое могущество. Дабы чудеса и слава Твоя, она являлась и была и среди церкви Твоей. Ибо это то, к чему Ты призвал народ свой. Не просто, чтобы стали спасенными народом, но стали церковью Твоей. Прекрасную деву, наполненную дарами и помазанием Святого Духа. Мы хотим быть этой церковью. Мы хотим быть в числе этих пяти утрых дев, Господь, которые наполняют Себя маслом, которые наполняют Себя маслом. Которые ищут Тебя, которые проверяют свое сердце, свою искренность к Тебе. Всех наших поступков и наших самых правильных молитвах и проповедях нужно проверять себя, Господь. Насколько я искренен с Тобой в том, что я делаю для Тебя, Господь. Сколько есть в нем примеси меня, сколько есть Твоего ведения, Твоего могущества. Ибо сила Духа Святого только меняет внутренность человека. И в этот вечер мы отдаем это служение, Господь, Тебе на славу. Веди нас, руководи нами. Потому что мы в Тебе нуждаемся. И за все Тебя благодарим, великий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо.